В поисках новых и талантливых режиссёров театр музыкальной комендии устроил конкурс, цель которого выявить как раз таковых. И вот сегодня мы наблюдаем несколько произведений, которые поставили молодые режиссёры. Победитель данного конкурса получит уникальную возможность поставить собственный спектакль на сцене театра музыкомедии. «Там, где желание было, ничего интересного, нищий квартал на окраине». «Что привело вас к танцам?» «Не знаю. Послушайте, вы хотите выяснить, в огуре играть. Давайте мне деться, я сыграю. Сыграю всё, как надо. Просто говорить я не умею. Простите, я очень нервничаю». Мы всегда экспериментируем. Мы известны как Театр Эксперимента, и мы эту традицию продолжаем. В рамках такого международного театрального процесса, открываются открытые двери, мы включились в этот процесс и уже заканчиваем сегодня лабораторию режиссёров музыкального театра, молодых режиссёров. Понятно, что в эту открытую дверь, она не всегда открыта, особенно для молодых. Конечно, им сложно попасть на большую сцену в профессиональный театр, не имея значительного, достаточного опыта, а только какой-то там ученический опыт постановок. В этом суть этой лаборатории, чтобы дать возможность молодым людям себя проявить. Это экстремальная работа и для наших артистов. Очень полезно. В течение шести дней группы артистов изучили очень сложный материал. И спектакли, которые делаются 5-6 месяцев, и если поделить, если спектакль идёт 2-2,5 часа, мы показываем 20-минутный отрывок, который мы сделали за шесть дней. Сделали, одели, конечно, из подбора, конечно, из того, имеющегося у нас реквизита и декораций. В этом очень сложно, в этом есть экстрим, но мы, по-моему, все вместе, вместе с режиссёрами, очень хорошо с этим справились. Это первый раз у нас такое в театре, сейчас начался второй отрывок. Первый раз мы получили материалы, я имею в виду, нам выдали на руки тексты, музыкальные, то есть здесь есть и оперы, и мюзиклы, вот, получили на руки буквально за неделю, вот, ну, неделю назад. То есть мы сейчас спим в театре с этой лабораторией. А вот несмотря на то, что это впервые происходит, может быть, уже какие-то есть, появились традиции, как встречать молодых режиссёров в театре? Нет, наверное, уже появится со следующего раза, и очень приятно видеть, мы знаем уже, познакомились, это интересные люди. И вообще, ну, что-то свежее, что-то новое, это всегда интересно. Полный дурак, я могу так, я могу так. Зашёл я класс и танцевал, я доказал, что буду звездой, моя сестра, не верьте так. Расскажите мне, как вам удалось заставить актёров театра, некоторые из них уже очень много лет работают в театре, мы не будем называть возраст, мы скажем так, выложиться на 200-300 процентов? Ну, вы знаете, у меня с этим проблем совершенно не было, потому что артисты настолько талантливые, они настолько шли и даже предлагали что-то своё, и шли на мои какие-то идеи. То есть, ну, у меня, я просто такое удовольствие испытала от работы, и у нас, мне кажется, сразу коммуникация появилась, и спасибо ребятам за доверие. Храбрый пицц, принцесс мой главный, но было всё прекрасно так в балете, но мое счастье – это балет. Дело в том, что я сама балетмейстер, и до этого я именно работала в других постановках как балетмейстер, поэтому мне повезло, что я могу сама, в принципе, это поставить. И мы изначально, первое, что мы выучили, это были танцы, и повторяли их каждый день, и, в общем-то, потом соединяли это уже и с музыкальным материалом, и с текстом. Никогда не пытайтесь напиться мне дома. Первый сообщество, ассисты в Калифорнии, в Вьетнане. Расскажите вот про свой опыт. Вот вы приходите, вы молодой режиссёр, они на вас смотрят. Есть актёры, которые там уже 20-30 лет в театре москомедии, у них уже немножечко своё эго, ну, в хорошем смысле даже, слово. А вот как вот у вас отношения складывались? Все артисты в этой шестёрке, которая будет представлять сегодняшний эскиз, очень разные. Среди них и заслуженные, и народные, у них уже есть много регалий. И, конечно, был важен этот момент, чтобы они доверились режиссёру. Мне кажется, нам удалось это сделать на второй репетиции. И дальше уже мы творили это настоящее сотворчество. Я им очень благодарна за отдачу, за их вдохновение и за то, что каждый из них старался на 100%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok